Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. Вечером прошлой пятницы жители Кунгура заметили дым на территории Иоанна Притеченского женского монастыря. По тревоге были подняты все экстренные службы города. Как выяснилось, горело здание бывшего барака для заключенных, ныне являющихся заброшенным. Первым обнаружил и сообщил о происшествии сторож монастыря. Пожарные оперативно прибыли на место вызова. Вскрыли кровлю и ликвидировали очаги горения. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются, сообщает городской портал СВИП Кунгур. В этот же день в Кунгурском районе сгорели баня и жилой дом. Оба пожара произошли накануне, 18 августа. Рано утром в 7 часов 17 минут поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Серега. К месту вызова выехали пожарно-спасательное подразделение, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Пожар был успешно потушен, однако кровлю дома спасти не удалось. На вызов в Политаево экстренные службы мчались уже вечером. Баня по улице Ершова загорелась в 22.38. Кровля строения также сгорела. Ущерб и причины пожаров устанавливаются, а пострадавших не сообщается. Поздним вечером субботы на 301-м километре автодороги Екатеринбург-Пермь произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. По предварительным данным, 41-летний водитель фуры Фредлайнер, двигаясь со стороны Перми, выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной задел легковушку «Шевроле Ланос», а затем лоб в лоб столкнулся с ВАЗовой «семеркой». От удара отечественный автомобиль отбросил на другую машину, также марки «Шевроле». В результате аварии произошло возгорание кабины большегруза. На месте ДТП погибла 59-летняя женщина, пассажирка ВАЗ-2107. Еще трое пассажиров «Лады» – 26-летняя мужчина и женщина, 10-летняя девочка и водитель «Жигулей» госпитализированы в лечебные учреждения города Ревда. В аварии также пострадал водитель иномарки «Шевроле Ланос». Его доставили для оказания необходимой помощи в центральную районную больницу Первоуральска. В настоящее время стражи порядка ищут виновника – водителя фуры, который сбежал с места аварии, сообщает «Комсомольская правда». Приятная новость для пермяков-миллионеров, владельцев электроавтомобилей. К концу года в Пермском крае установят две зарядные станции для электрокаров. Одна будет находиться в Перми рядом с театром-театром у трансформаторной подстанции. Вторую установят под Кунгуром на АЗС. Однако точное расположение ее пока неизвестно. По информации МРСК «Урал», в Пермском крае сейчас уже установлены две зарядные станции. Одна была открыта в декабре 2017 года у нового терминала аэропорта Большого Савина. Вторая электрозаправка расположена на участке трассы М7, Перм-Казань, в районе города Ачор. Кстати, в Прикамье на сегодняшний день насчитывается почти два десятка электрокаров. Интересен тот факт, что пользоваться общественными электрозарядными станциями можно будет бесплатно. К слову, стоимость нового электромобиля измеряется миллионами. В июле депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене роуминга на территории России. Он подразумевает отмену платы за звонки из одного региона страны в другой. Документ внесет изменения в статью 53 Федерального закона о связи. При этом планируется внедрение единого тарифа за услуги связи на территории всей страны. Большая четверка мобильных операторов России к началу осени отменит внутрисетевой роуминг. Первым будет Билайн уже 20 августа. Он приступит к изменениям. МТС подхватит эстафету 30 августа. Теле 2 планирует отмену до 31 августа. Мегафон с 1 сентября, сообщает портал Лента.ру.